Доброе утро! Во время крещенских купаний самое главное помнить о безопасности. Вот об этом-то мы сегодня и поговорим. У нас в студии заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Югры ГУ МЧС России по Югре, в нашей студии Ольга Сергеевна Кашкарова. Доброе утро! Доброе утро! Ольга Сергеевна, ну расскажите, какие меры безопасности, конечно же, должны выполнять наши югорчане, решившие все-таки искупаться в крещении? В первую очередь, прежде чем принять такое смелое решение, нужно оценить свои силы и состояние здоровья. Рекомендуется предварительно вести подготовку, то есть закаливание. Неподготовленный организм, он испытывает стресс при погружении в холодную воду и могут быть неблагоприятны какие-то последствия. Когда отправляетесь непосредственно на купель, приготовьте с собой необходимые вещи. Это полотенце, обувь нескользящая, шерстяные носки, горячий чай сладкий в термосе, а также купальный костюм или та одежда, в которой вы будете непосредственно купаться. Находясь уже на месте купания, вы раздеваетесь в палатках, которые специально для этого предназначены, делаете небольшую разминку для того, чтобы организм согреть. Подходя к купели, будьте предельно внимательны, осторожны, чтобы не поскользнуться, держитесь за перила. Они у нас на всех купелях оборудованы. Да. В купели задерживаться не нужно, для омовения достаточно одной минуты. Погружаться лучше только по шею. Далее выходим из купели, вытираемся сухим полотенцем, скорее надеваем теплую одежду и пьем горячий чай. Ну, наверняка есть и люди, кому не стоит погружаться, окунаться, собственно, в эту купель. Категорически запрещено погружаться людям, находящимся в состоянии опьянения. Поэтому чай, чай. Только горячий сладкий чай. И есть рекомендации врачей, людям, имеющим хронические заболевания, такие как почек, сердечно-сосудистые системы, эпилепсия, сюда же сахарный диабет, не рекомендуется купаться. Также не рекомендуется купаться беременным женщинам. Прошу прощения. Да ничего страшного. Так, и нужно всегда помнить о том, что погружение в ледяную воду – это в любом случае стресс для организма. Также есть ограничения для купания детей. Педиатры не рекомендуют купать слишком маленьких детей. Да, если ребенок сопротивляется, не хочет, заставлять его не нужно, насильно это делать не нужно, потому что ребенок просто у вас испугается. И для первого раза достаточно ребенку замочить щиколотки и окунуть ручки. Этого будет достаточно для приобщения к традиции. Ну вот, когда, собственно, мы эту тему вообще, в принципе, и к эфиру готовились, общались с людьми, и даже были такие случаи, когда вот вроде бы женщина, она не знала проблемы к своим сердцем, и все, и окунулась. Но потом уже по истечению какого-то времени, когда она уже ехала в машине, и вот случился такой у нее такой неприятный момент, что сердце-то ай-ай-ай дало о себе знать. И это действительно так, вот я разговаривал с людьми. Но вот, собственно, купели одно, подготовка – это тоже дело серьезное, я имею в виду себя. Но подготовка купелей – это тоже немаловажный момент, который также нужно обсудить. И вот все-таки как осуществляется подготовка купелей и выбор, соответственно, вот тех мест, куда люди, собственно, придут купаться и оборудование на вот этих водоем. Подготовка купелей – это плановая работа, которая начинается еще в декабре. По согласованию с религиозными организациями, органами местного самоуправления выбираются места для купания. Затем проводятся обследования этих площадок, проводятся замеры толщины льда, рассчитывается максимальное количество людей, которые могут пребывать на этой площадке, и ведется обустройство. Непосредственно обустройство, оно начинается за 2-3 дня до праздника, сейчас идет активное обустройство. После завершения их осмотрят инспекторы ГИМС. Ну а есть ли случаи несанкционированных купелей? И, ну то есть, как, чем это все заканчивалось? К сожалению, вот два как раз-таки последних года, когда были введены ограничения сначала по массовым мероприятиям, в прошлом году у нас действовали ограничения по количеству выхода людей на лед, показали о том, что отдельные граждане, да, они принимают попытки к обустройству самостоятельно купелей. В наших случаях нам удалось своевременно выявить такие купели и во взаимодействии с правоохранительными органами пресечь функционирование данных купелей. И хочу сейчас всех предостеречь от того, чтобы заниматься самостоятельным обустройством купелей и пользоваться такими несанкционированными купелями. И напомнить о том трагичном случае, который произошел в прошлом году. Он облетел, да, действительно, весь интернет. В Ленинградской области, когда женщина, мама, она на глазах у своей семьи, не то что она даже окунулась, она просто нырнула в эту купель. И ушла. Да, ее затянуло течением под лед, и никто ей уже помочь не смог сожгли. Ну вот тогда давайте поговорим о тех мерах безопасности. Будут ли работать, допустим, спасатели и так далее, там подобное? Именно вот возле купелей. Обеспечение безопасности при проведении крещенских купаний – это комплексная работа. Это сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в составе 541 человек и 155 единиц техники, в том числе от МЧС 136 человек и 42 единицы техники. Дежурство спасателей будет на каждой купели, на каждой купели будут медики, люди готовы. Тем самым еще раз мы доказываем то, что нужно купаться именно там, где все для вас оборудовали. То есть там работает полный штат людей для того, чтобы все это прошло, как говорится, без сучка и задоринки. У нас в Югре были какие-то вот такие случаи? К счастью, у нас происшествий не было, но бывают случаи, когда люди жалуются на свое самочувствие после прохождения купания. В этих случаях необходимо обратиться к медицинским работникам, которые находятся на купелях спасателям, либо сотрудникам полиции. Они обязательно помогут и окажут помощь. Ну что же, мы все подробно рассказали. Сегодня в нашей программе мы, конечно же, еще неоднократно затронем эту тему. Поэтому прямо сейчас мы говорим вам спасибо огромное, что пришли, что рассказали. Доброго доброго утра желаем вам. С гостей прощаемся. С вами Жумица 2-2,5 минуты. Дождитесь.